А потом, оказывается, мы в психушке. Иногда он такой же неуважен в жизни и наивный бывает. Мамочка любимая, привет, твой сынуля дома. Я могу сказать, что он хороший друг. Я с парашютом прыгал. Всех приветствую. У нас новая рубрика интервью «Обратная сторона». И сегодня у нас в гостях Мухаммед Лизамов. А куда? Ведущий, актер и диктор. Все как в шапке профи. Мы хотим сегодня открыть обратную сторону тебя, которая не открыта для всей твоей аудитории. Я думаю, это интересно не только нам, но и всем. Если у вас это получится, я буду не против. Я сопротивляться не стану, но надо действительно постараться. У тебя облик веселого, задорного, легкомысленного человека. И это то, что открыто для всей аудитории. Часто бывает, что комичные герои в жизни оказываются задумчивыми, серьезными. Стараюсь всегда анализировать, поступать прагматично. И, наверное, это даже плохо в каких-то моментах. Иногда надо... Ну все, у меня время. Иногда надо как-то легко все делать и не думать о том, что завтра случится. Но так пока не получается. Поэтому отчасти, да. Ну, конечно... То есть ты являешься глубоким человеком? Я не могу так сказать. Это как будто бы похвалить самого себя. Сказать, что я глубокий. Обычный. Серьезный, вдумчивый. Ладно, скажем так. Когда я остаюсь наедине с самим собой, я, конечно, думаю. В принципе, думаю. Когда я там с друзьями в компании, где обстоятель... Обстановка не располагает там философствовать, я не берусь за это. Но когда мы, допустим, с той же Ермилкой, когда остаемся, она такая же. Мы начинаем что-то про жизнь, про любовь, про что-то разгонять долго. Типа, блин, а вот как жениться вообще в жизни? Это же очень сложно. С ним можно повеселиться, подурачиться, погрустить, поплакать. А потом экзистенциализм поднимается. Жизнь, смерть, что после смерти. Во что верить, кому верить. Вокруг столько дезинформации. Вообще, конечно, больше чего-то серьезного бывает. В голове. Это когда ты один или с человеком, который тебя хорошо понимает. Для чего ты вообще живешь? Для чего ты рожден? Если у меня будут дети, то, конечно, помочь им как можно круче жить в этом мире. Ну, типа, круче дать им такие советы, которые им точно пригодятся. У меня уже есть список таких советов, которые я ношу в голове на случай, вот если сын будет, я обязательно ему это все расскажу. Как здесь там себя вести, чтобы было вот так, вот так, типа. Это один момент. То есть ради потомства, которое я смогу взрастить хорошо. То есть даже не для того, чтобы он мне там чай подал в конце жизни. А вот если у меня будет сын, то он будет расти вот в таких условиях, когда ему постоянно будут давать хорошие и полезные советы. А второе вообще в целом, если говорить не о детях, то, наверное, быть хоть немного полезным этому миру, потому что зачем еще тогда давать людям какие-то эмоции. Я же не ученый. Я не смогу никому помочь там что-то с чем-то растворить, открыть. Наука это не про меня. Я не очень умный человек так, в принципе. Не историк там, ну, как бы, не выдающийся человек. Уже. Уже все, уже не кунуть. Мне иногда кажется, что вот, типа, 25, это если ты что-то вот суперкрутое не сделал в 25, там дальше уже оно, у тебя что-то и получится. Но, наверное, посредством тяжелых, упорных работ каких-то, когда ты прям старался, старался, что-то достиг. Дарить эмоции людям. Это все, что я могу. Улыбать их, смешить. На сегодняшний день, к сожалению, это все, что я могу. Конечно, хотелось бы что-то полезное, типа какие-то вещи, которые им могли бы пригодиться в жизни. Постоянно ношу в голове идею, что надо придумать какое-то шоу, которое будет не просто смешным, но и полезным, интересным. Чувствуешь ты себя популярным человеком? Ну, звездой, так скажем. Нет, звездой я себя не чувствую. Но популярным, да. Вот я даже сижу такой, типа, как будто у меня интервью орган берет, и я ему не хочу отвечать. Нет, на самом деле, сяду попроще. Звездой нет. Что, звезда, это швон они, эти, которые ЧБД и прочее. Вот они крутые, и они с них действительно кайфуют. Ну, там, Лев Лещенко, вот такие люди, легендарные вообще. Алла Пугачева, сегодня с утра слушал ее песни. Вот они звезды. А я, наверное, просто популярный среди, наверное, Нальчика там как-то где-то что-то. Ну, насколько ты себя реализовал в этом? Как ты считаешь? Три процента, наверное. А каково это вообще быть узнаваемым? У меня бывает такое, что я иду по улице, и мне навстречу идет человек, он меня замечает, начинает улыбаться. И я дарю ему эмоции, получается. У него настроение поднимется. И я начинаю улыбаться, и он улыбается. И мы оба как придурки стоим, и... А потом, оказывается, мы в психушке. Не, ну, это очень приятно. Те улыбаются, кто-то узнает. Кто-то вообще вот у вас в среде, кстати, на третьем этаже я подошел купить брелок для ключей на автомобиль. И она говорит, ну, типа, я говорю, сколько стоит? Она говорит, забирайте. Я говорю, ты почему еще? Она говорит, если честно, я бы вам... Я сама вам хотела, говорит, подарить. Нам очень нравится ваше творчество. Вот просто, ну, типа, просто от души. Мне не реклама, ничего, просто забирайте. И ты такой, как приятно. И это все, оно везде. Но ты, клад, зайдешь покушать, там, машину, когда чинишь, очень многие такие, а, не надо ничего от тебя, блогера, нам вообще. И вот в этом случае популярность очень приятная. Ты единственный ребенок в семье? Нет, у меня есть старшая сестра. Любимая красавица, умница, красотка вообще. И Каролина ее зовут. Тебя баловали в детстве? Дело в том, что у меня, меня с моей сестрой воспитывала мама одна. И вот смотрите, вот мне сейчас 25, я в среднем в месяц зарабатываю где-то, наверное, ну, 1025, там, 30. Бывает меньше, бывает больше, там. Ну, небольшой разброс. И у меня нет детей, у меня нет каких-то суперзабот, там, когда надо подгузники менять или что-то огромных долгов у меня нет. Я просто живу вот так спокойно, размеренно. И я не могу собрать много денег, чтобы, ну, на что-то там сильно потратиться. Прям вот, ну, не собирается оно, ты все равно куда-то они уходят, эти деньги. И я спрашиваю маму. Мам, говорю, тебе же тоже было 25, когда нас было двое, ты уже была разведена. Как тебе это удавалось? Каждый раз, какой-то концерт, она могла там какой-то офигенный костюм мне купить, белый. Ну, то есть я такой маленький шкет. Каждый раз у меня зрение было плюс 12,5, мы его лечили долго. У меня сейчас плюс 2,5 где-то. Я вас не вижу, кстати. И она, типа, ты, говорит, каждый раз очки разбивал, а право 1600. Ну, и вот мы сидели вечер, она мне говорит, вот так, чук-чук-чук-чук, свет, вода, газ, там, одежда, обувь, покушать, школа, это. И я такой, обалдеть, как ты это сделала? Ну, это же героизм. Мы заходили в магазин что-то купить, и я смотрел на цены, чтобы это было не очень дорого. Она говорит, ты меня позоришь, я привела тебя в магазин, чтобы ты купил чего-нибудь, не надо смотреть на цены. Я говорю, ну, блин, это действительно очень дорого. И вот я это все к чему. К тому, что я никогда не был обделен, потому что она величайшая женщина в этом мире. Потому что у меня все хватало, но и в то же время я как будто понимал, насколько ей было тяжело, и никогда не вел себя таким, знаешь, типа, хочу, хочу, типа, хочу конфеты и все. Вот такого не было. Сейчас есть, тогда не было. Да, мы заметили, что ты часто показываешь в своих историях маму. Да. Расскажи о ваших взаимоотношениях с ней. Окей, короче, огромный ценный совет даю всем молодым ребятам, которые еще просто, ну, не понимают. Вот мы при рождении и до осознанности своей, мы маму любим априори. Вот мы любим ее и все, типа, это не обсуждается, это фундамент. Но когда ты взрослеешь, у тебя другая любовь к ней просыпается, такая осознанная, где ты ценишь каждое мгновение. Потому что ты часто задумываешься о том, что когда-то это все закончится. И это очень страшная мысль. Это так пугает, это вау, это ужасно. Я по-настоящему максимально сильно начал любить маму, наверное, полтора-два года назад. Вот как я с Москвы приехал и начал проводить с ней больше времени. Мы там начали по вечерам смотреть фильмы. До этого времени я постоянно был в Москве, она была тут. Я был тут, она была в Москве. Мы вот действительно, я подсчитал там за пять лет, мы очень мало времени проводили вместе. И ты такой думаешь, пять лет твоей жизни, это бесценное время, которое ты никогда не вернешь. Это время, когда ты должен как можно чаще с ней находиться. И вот как-то мы вот садились, мы были вдвоем дома, сестра у меня за границей живет. И мы как-то общались, и она очень мудрая. Я вообще не знал, что такие советы можно по жизни получать от мамы. Просто вот многие пацаны, друзья мои, говорят, блин, у тебя какие-то особенные взаимоотношения с ней, ты можешь там подшутить, там можешь так. Какие-то даже личные вопросы там касаемо отношений я могу с ней обсудить. Она такие советы дает, вы просто обалдеете, это надо слушать каждый день. И я вам говорю, ты просто сам должен первый сделать это. Ты должен прийти домой и хотя бы как бы дурачить, так сказать, мамочка любимая, привет, твой сынуля дома. И вот с этого она начнется, а потом она в привычку войдет. Потому что мы все выращены вот такими ранками, субординациями, где ты не можешь просто подойти и сказать, мам, я так тебя люблю, как в фильмах, и обнять. Ты не можешь, у тебя какой-то барьер стоит. Так же и к отцу, и ко всем вообще людям, которые, кроме друзей. Друзей же ты с кайфом обнимаешь, взял, салам, обнял, все круто. Там нет каких-то рамок. А к родителям есть. И это, с одной стороны, правильно, что есть эти рамки. С другой стороны, ты не можешь выражать свои эмоции, которые ты так сильно хотел бы. Поэтому я советую всем молодым людям, которые чувствуют, что хотят так делать, вы будьте первыми, не ждите, что родитель первый начнет вас обнимать. У него такие же рамки, как и у тебя, просто даже, может быть, у него больше этих рамок и этого расстояния. Бывало такое, что ее обижало, что ты с друзьями как-то больше проводишь время? Нет, конечно. Вот позапрошлый год я постоянно где-то бродил до часу, до двух ночи, потому что я не хотел возвращаться домой. У меня начинались какие-то неприятные мысли. У меня был тяжелый период тогда, и я не хотел домой возвращаться. Потому что дома сидишь, и ты начинаешь раскручивать себя, накручивать, и вау, вообще этим. И я бродил постоянно, пока не уставал до той степени, пока я не приду домой и просто не уснул. И вот она тогда всегда говорила, такой же, вы нам сейчас сидите дома, не надо бродить только. И я тогда такой, ну, пожалуйста, чуть-чуть. А сейчас я уже начал ходить на тренировки, как я уже говорил в другом выпуске. И я устаю, и я возвращаюсь рано домой, и мы успеваем даже вместе фильм какой-нибудь посмотреть. Вот эти 1 плюс 1, очень хорошие фильмы, тоже всем советую. Тебе было когда-нибудь перед собой очень стыдно? Да, очень много таких случаев. Бывает, что ты, ну, язык мой враг, мой всегда. И я как много болтаю, так много лишнего и говорю, и бывает, что я сожалею. Но я никогда не делаю что-то, чтобы кого-то обидеть или навредить этому человеку. Ну, никогда не говорю никогда, но на сегодняшний день я не могу найти в себе такую эмоцию, чтобы я прям специально что-то сказал. И вот бывает, что я что-то говорю лишнее. Человек обижается, но я не хотел его обижать. Это случилось так. Я, короче, очень удобный человек. Он очень удобный человек. Когда мне приятно в той или иной компании, в компании какого-то определенного человека, друга, я невольно почему-то начинаю подстраиваться под него. Я делаю так, чтобы ему было со мной комфортно. Я обхожу углы всегда. Я понимаю, что если я скажу вот это слово, мы с ним точно поругаемся. Это может быть друг или подруга, или девушка. Я просто знаю, вот это слово, если я скажу, мы точно поругаемся. И я такой, ну, я не хочу ругаться. Зачем? И меняю это слово. И вот это угловато, обхождение этих углов, мне во мне не нравится. Я бы хотел быть более таким, знаешь, типа, а я вот такой. Козлом таким быть хочется иногда. Тварью какой-то. Но никогда не получалось. Приходилось преодолевать какие-нибудь страхи вообще? Я с парашютом прыгал. Это, в принципе, это, мне кажется, дежурный страх любого человека. Какие ощущения у тебя были? Потрясающе. Это... Меня всегда спрашивают, я никогда не могу ответить. Это страшно. Одно точно могу сказать. Я как будто бы сильно постарел после прыжка. Ментально я так много эмоций оставил в небе, что я приземлился уже 70-летним таким. У меня просто спина не ноет пока что. Но я как будто... Я долго, короче, набирался этой энергии заново. Потому что ты выплескиваешь как хорошее, так и плохое в огромном количестве. Это вот секунда, когда ты выпрыгнул. Там ребята есть, которые сами дергают чеку. А у меня самолет, короче, вырывал чеку. И парашют открывается буквально через 2 секунды после того, как ты вылетел. Вот ты вылетел раз-два, и ты вот все отдал туда. Это обалдеть можно. Ты еще потом летишь 30 секунд, 40 секунд. Думаешь о Всевышнем, о жизни и смерти. Думаешь о том, что ты должен всеми силами выжить и нормально приземлиться. Ну вот в последнее время у меня фобия к метро образовалась. Хотя, когда я только приехал в Москву, у меня вообще не было фобий. Я с нее кайфовал. Метро это удобно, можно книги читать. А потом, ну что-то там где-то произошло, я перенервничал, что-то, что-то. И в метро у меня начались эти панические атаки. Вот с тех пор мне не нравится метро. Были люди в твоей жизни, которые как-то сильно на тебя повлияли? Первый человек, который повлиял, это, ну давайте отбросим там родных, родственников, близких. Тутова Наталья Андреевна. Это замечательнейший человек. Она повлияла на жизнь не только на мою судьбу, а на судьбу многих учеников. Это очень важно, когда в раннем возрасте, где-то лет так с девяти, вы начинаете прививать любовь к чему-либо, что бы это ни было. Собирать фишки, выступать или заниматься спортом. Он должен быть постоянно чем-то занят, чтобы его не увлекло плохое куда-то. Он успеет и плохое попробовать, но хорошего должно быть так много, чтобы он принял правильную сторону. И тутова Наталья Андреевна, это была заведующая по воспитательной работе в школе номер 24. Она меня взяла в КВН, и у меня с КВН началось. Она меня куда-то возила постоянно. Я выступал, конкурс чтецов, я выигрывал какие-то грамоты. Я выиграл даже путевку в Орленок. А это, ого-го, что за лагерь? Это вообще офигенный лагерь. Я даже не понимал, насколько круто. Я тогда думал, ну, лагерь какой-нибудь там, коммунальник, а там Орленок. Мы там кушали пять раз в день, нам апельсины давали, мы там выступали, нас куда-то водили, море с насыпью, вообще волны в нас били. Молодежь, очень круто было. Тутова Наталья Андреевна, это замечательный человек. Давайте сегодня на ней остановимся. Какую роль играет в твоей жизни дружба? Что это вообще для тебя значит? Друзьям надо, вот, как девушкам, надо уделять им внимание, надо заботиться о них. Он очень хороший человек, он очень добрый, не всегда отзывчивый, конечно. Интересоваться ими обязательно же, что-то дарить, общаться как можно больше. Но настоящая дружба, конечно же, все-таки, она обходится без излишнего внимания. Вот у меня есть друг, который постоянно путешествует. Он то на том конце, то на этом. Он постоянно летает, что-то делает, у него максимально необычная жизнь. И мы действительно очень редко с ним общаемся. Но стоит ему приблизиться там на 10 метров, и я вспоминаю все прекрасные моменты, которые мы с ним испытывали там. И нет какого-то барьера. Не бывает такого, что друг уехал, он изменился и вернулся. Он всегда такой же для меня родной брат, который типа вот братишка, ты че? И вот всегда вот это остается. Мне кажется, настоящая дружба, она вот должна быть именно такой. Она не подвластна времени, пространству и прочему. Мы не пишем часто друг другу, но если мы вместе, то это как будто бы он вчера уехал и сегодня вернулся. Вот так должно быть, легко и просто. Куда бы ты хотел инвестировать себя в будущем? Конечно. И каждый день думаю об этом. Каждый день вот боюсь бедной старости какой-то. Это вообще самое страшное. И надо обязательно уже что-то свое какое-то, что-то сделать. Но если говорить именно о себе, я вообще не знаю, я запутался. Вот именно этот год у ребят спрашиваешь, какие у тебя планы. И они там, я хочу сделать в этом году вот это, мойку, самомойку, это открыть, то, английский. А я ничего не прописал. Я не знаю, какой-то перепутью, непонятно. Ничего нового не происходит такого глобального. Но мы у Арсена Бушевчика-Нукова выиграли небольшой грант. Это очень приятно. Это вот какие-то такие радости, которые дают тебе какую-то надежду на то, что ты чего-то, наверное, все-таки стоишь. Ну, мы можем предложить тебе сейчас инвестировать в свое здоровье. Это купон. Рекламная интеграция. Ты можешь 10 дней ходить бесплатно, потом у тебя 50% скидка на любые абонементы. 10 дней займусь здоровьем, а дальше как пойдет, ребят? Я обещаю, спасибо большое. Подгоны, подарки вообще обожаю, это очень круто. Спасибо, что вы позвали меня первым гостем. Спасибо, что пришел. Знаю, чем я это заслужил, но это очень приятно. Надеюсь, наше с вами общение вам понравилось. И стоп, все. Спасибо. 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 Спасибо.